Всем привет, друзья! Давно не тренил стойку и сегодня я решил снова потренить её, посмотреть, остались ли мои скиллы на прежнем уровне, там 5 секунд хотя бы простоять. Я не уверен, потому что уже недели две, наверное, не тренил. Но в начале видео я хочу сказать вам хорошую новость. На сайте archumorris.com появилась скидка в 35% на программу тренировок для новичков. Если вы новичок, если не умеете отжиматься, подтягиваться, отжиматься на брусьях, то эта программа для вас. 35% используйте код ARCHO35 и получайте скидку. Вперёд! Сейчас уже, ребят, полдесятого вечера. Моим соседям внизу будет очень больно и ушам, и голове, и вообще. И, возможно, они придут и меня захотят того. Ну вы поняли. Нет, не то вы поняли. Ну типа побить. Ладно, поехали, начинаем. В начале тренировки нужно обязательно хорошенько размяться, потому что стойка довольно такое травмоопасное упражнение. Можно повредить как плечи, можно повредить кисти. Короче, довольно сложно и всё опасно, потому что когда вы падаете, там можно и спину защемить, и что угодно. Поэтому обязательно нужно разогреваться шею, всё вообще, всё тело. Потому что стойка – это всё-таки такое упражнение, которое требует внимания. Стойки, насколько я знаю, самое важное – это баланс и гибкость в плечах. Если у вас не будет гибкости в плечах, вы не сможете держать прямую стойку. У вас будет банан, либо что-то там перекашивать. Но у меня лично гибкости в плечах особо нету, поэтому у меня прямая стойка не получается. Вот надо как-то разрабатывать эту гибкость в суставах. Ладно, давайте пробовать. Моя основная проблема – я когда встаю, меня начинает качить назад, и я падаю. Я не могу выжать с себя пальцем, я тоже. Долбанная стойка. Да как же я её вообще делаю долго, я просто не понимаю. Невозможно. Может, у меня позвоночник какой-то кривой меня перекашивает, фиг пойми. Что-то у меня совсем скиллы пропали, блин. Короче, вывод такой. Если не тренет стойку постоянно, вот ежедневно, скиллы пропадают. Но остался вот этот скилл такой, знаете, бесстрашный, что я могу вставать и не боюсь падать. Раньше я капец боялся. Я даже боялся к стенке вставать. Я думаю, у всех новичков так. Вот это единственный скилл, который остался. Я не боюсь. А остальное – всё пропало. Не могу даже простоять секунду. В принципе, то же самое будет, например, если вы в зал не ходите месяц, то у вас силовые откатят, естественно. У вас мышцы там уйдут, либо заплывут, либо что-то такое. У натуралов это, конечно же, всё медленнее происходит, чем у химиков. Но всё же есть какой-то такой негатив, да, в этом, потому что вы тренировались там год за месяц, не ходя месяц в зал, вы уже начинаете заплывать. Это неприятно, конечно. Но, к счастью, есть у нас мышечная память у спортсменов. И если у вас тело было хорошее, то его довольно быстро вернуть, там, примерно за 2-3 месяца спокойно можно восстановить то, что у вас было. Поэтому многие атлеты, которые давно, например, не занимались, но до этого были офигенными какими-нибудь натуральными атлетами, то они хорошо, быстро очень восстанавливают свою прежнюю форму. Ну что, ребят, утро. На улице мокрый снег фигарит. А мне сейчас на работу вообще не кайф. Блин, чем длиннее тёлка, тем сложнее его ложить. Ой, в смысле, чёлка. Капец погодка, ёшкин холод. Друзья, сегодня в зале попросим Коляна сделать 120 секунд челлендж подтягивания. Посмотрим, насколько он выносливый. Посмотрим, сколько он подтягиваний сделает. Если помните, Колян это тот, который был недавно во влоге. Санька заменитель. Довольно неплохой заменитель. Много сделал на плечи, лучше, чем я. Я тогда забитый был, но всё равно молодец. Поэтому посмотрим его сегодня в подтягиваниях. Такую погоду вообще делать на самом деле ничего не хочется. Тухляк такой, знаете, хочется просто спать. Сегодня я свою тренировку вообще не буду снимать. Она будет в завтрашнем выпуске, потому что выпуски немножко сместились вперёд. Не успеваю их выставлять. Поэтому завтра вы увидите, какая у меня новая тактика в подтягиваниях. Что я придумал и как я буду действовать дальше. Друзья, у меня тут есть к вам коммерческое предложение. Вам нужно подписаться на мой инстаграм Арчу Моррис. И тогда я по максимуму, кому смогу, пролайкаю фотки. Максимальному количеству людей. Договорились? Поехали. Ребят, это Колян. Саня-заменитель. Надеемся, хороший Саня-заменитель. Вот, сейчас он попробует сделать 120 подтягиваний. Ой, за 120 секунд подтягиваний максимум. И посмотрим, сколько он сделает за 120 секунд. Полетели? Хер, я хоть наговорил. 120 подтягиваний за 120 секунд. Ладно, поехали сейчас. Секундомер. Секундомер у меня тут. Давай, готовься. Смотри, короче. Напомню правила. Правила такие. Тебе включается секундомер, идёт время. У тебя будет 2 минуты всего лишь. И ты можешь спрыгивать, можно чего угодно делать. Ты можешь рассчитать какую-то тактику. Например, по 10. Здесь повторение сделал, спрыгнул. Здесь повторение сделал и так далее. То есть не сразу же, не в одном подходе, а можешь спрыгивать, отдыхать и так далее. Готовы, да? Полетели? Раз, два, три. Думаю, у разиков 25-28 будет. 31 секунда прошла, 33. 15 минута. Минута 30 у тебя. Давай, давай, давай. Времени уже мало. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ещё быстрее, 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 быстрее. 7 секунд. Давай. Ладно, засчитаем. Сколько у тебя было? Посчитал, нет? Нет? На камере посчитаем. Ну, я думаю, где-то 22, наверное, было по-любому, да? У меня в подтягиваниях тактика изменилась. Я начал заново свою таблицу. В завтрашнем выпуске вы узнаете, какая у меня тактика. Потому что у меня немножко выпуски переносятся наперёд. Короче, завтра узнаете. Сейчас, короче, проверим силовые коляна. Он будет увеличивать вес, там, например, с 5 до 10, 15, 20 килограмм. На одно подтягивание, на одно повторение. Посмотрим, сколько он сделает. Начнём сначала с 5 килограмм и немного будем увеличивать по 5. 5, 10, 15, 20, потом, если сможет, 15 сделать. Ну, это легко. Давай 10 теперь. Тоже легко. Слушай, мне кажется, 20-ку будешь делать. Давай 15 теперь. Ой, хорошо, сделал. Сейчас он немножко отдохнёт и сделаем 20-ку. Давай, давай, давай. Хорош, 20 есть. Мы сейчас собираемся на 25-ку идти. Отдохнёт немножко, я думаю, шансы есть. Я сейчас тоже 3 подхода сделал на максимум со своим весом. И сейчас попробую на максимум сделать с 25-кой. Посмотрим, сколько сделаю. Уже забились руки просто в отказ. Ну, сейчас посмотрим. Думаю, разника в 7-8 можно сделать. Это так тяжело после 3-х максимальных подходов. Это просто жесть. Я думал, раз в 8 сделаю, а тут только 4. А чешуя есть может. 25 килограмм. Ваши ставки, ребята. А, нет, не пойдёт. На 2-цапки остановимся, да? Короче, мы сейчас с Коляным ещё по подходе к одному сделаем подтягивание и пойдём ноги качать. Точнее, он пойдёт качать. Я ему покажу крутой суперсет на ноги. Он будет страдать, потом по лестнице будет подниматься еле-еле. Короче, смотри, в чём заключается суперсет. Тебе тут надо сделать 12 повторений. Вот здесь, на жиме. Потом переходишь без остановок вот сюда. Тебе тут тоже надо 12 сделать. Мы сейчас подберём такой вес, чтобы он мог максимум 12 сделать. И потом вон там на разгибаниях тоже 12. Ноги просто убиваются в хлам. И так 3 подхода. Полетели? Между подходами отдых где-то 3 минуты. 11, 12, отдыхаем 3 минуты и следующий подход. Мы выбираем стратегию увеличения веса и уменьшения повторений на всех тренажёрах. Мы увеличили ещё на 2,5 килограмма. Сейчас ему нужна задача минимум сделать 6 повторений на всех тренажёрах. Готов? 14. Надо было вес побольше поставить. Тут забыли. Ну как ощущения, расскажи. Очень. Жгёт ноги? Очень забитые. Огонь. Друзья, хотел вам напомнить, что лучшие суперсеты, которые вы только можете себе представить для дома, для улицы, для зала, для набора, для сушки, вы можете найти на сайте archiomorris.com. А так, большое спасибо за внимание. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Поставьте лайк, подпишитесь на канал. И увидимся в следующем выпуске. Пока.